Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если нет вопросов, то я вам даю всем свои благословения. Вы все мои дети. Мы хотим услышать какие-то инструкции. На одной из версий на московском фестивале у меня возникла мысль, что человеку уже спущу, что у меня в течение этой версии мысль меня поменялась, но упражнение совести до сих пор учит меня. Развейте эти сомнения. Прощения. 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 Я вас прощаю. Я не воспринимаю такие незначительные вещи. Гурдев считает это незначительным. Ваш взгляд он должен измениться, потому что я повсюду прославляю Швилу Прабхупаду. Куда бы я ни поехал, я везде прославляю Его. Я тоже хотел бы измениться за такие же мысли. Одно же. Возьму на твоего мнения. Сейчас изменил свое мнение? Как? Насколько? 108. О, completely. 180 человек. Спасибо большое. В Харькове есть центр, но очень мало людей, и он очень слабый. Только один ученик. Что делать надо? Хорошо, и даже не смогли люди приехать, потому что у меня было наставлений. То есть вы хотите какие-то наставления услышать на эту вещь? Вопрос, вопрос, в чем? Нормально, я не люблю. В Северном. В Харькове, в Украине, они имеют один из вас, и некоторые люди, которые хотят следовать вас, но они были очень жирны, и они даже не смогли приехать сюда. Тогда он просил его, что вы хотите увеличить их, чтобы поддержать их. Когда они встретились, когда он будет там, он будет glorified. Вы должны встречаться, собираться, то есть встречаться вот с этим учеником, он должен делиться с вами, своими знаниями. Стараться повторять Святое Имя, даже если человек однажды произносит Святое Имя, он обретает освобождение, то есть с таким чувством, с такой верой и осознанием мы должны собираться. Гуру Дев всегда помнит о вас и думает, почему же вы не смогли приехать. Те, кто приехали. Я очень люблю всех преданных. Махарат, what kind of a Krishna-conscious future will be for Finland? He asks for future of Krishna-consciousness in Finland. What will be he wants to hear something? Аранд Махарат used to go there, and he went two times. I will tell him again to go and to help him. You are from Finland? Yes. Это преданный из Финляндии. Он спрашивает о том, как будет развиваться движение сознания Кришны там, Гуру Дев говорит, что он туда будет ездить Аранд Махарат, он будет приезжать снова и снова. Сейчас там десять последует. Махарат can go. И Махарат тоже может туда ездить. Вы должны приглашать их, они будут к вам приезжать. Падминаба Махарат just went to Finland. He went to Finland. Very recently, yeah. And he's going back in Finland. How to do practically that your instruction became life and soul of the devotee? How to do? What should one do that your instruction become the life and soul of the devotee? I'm telling all these things, discussing all these things in my classes. But if they will hear classes and follow, gradually, Так через слушание постепенно Кришна-бхакти придет, и с ней придет духовная сила. Но только продолжайте повторять Святое Имя, читать книги и заниматься служением. Я не долго повторяю Святое Имя, по-другому, лет сила. Но в последнее время я утратил тот малейший вкус, который у меня был. И мне осталась только одна надежда на то, что Вы мне поможете. Поэтому я смиренно прошу Вас помощи и Ваше благословление на получение Харинам-инициации. Ваше благословение Харинам-инициации. Ваше благословение Харинам-инициации. и благословение, что я буду посвящен снова. Эти харинамы, по члену, по слушанию, по члену практические практики, это все трансцендентные процессы. Повторение святого имени, слушание, воспевание, это все трансцендентные процессы. Whether you are feeling in joy, happiness or not, but харинам and bhakti is still acting something that you are not now realizing. Когда Айамил first took харинам and repeating, calling his son Narayan, Narayan, he never has any realization of name. But at the time of that he saw that, oh, four-handed Narayan dude came and they liberated him. And they discussed with the dudes of Jamdood that you cannot touch because he has changed a name, whether wrongly or rightly. So he is not understanding the influence of name that he is taking, but action is going on at night and he will be happy. You understand? Святое имя Святое имя трансцендентно и оно действует независимо от того, чувствуешь ты вдохновение или не чувствуешь вдохновение. Оно все равно воздействует. И Гурдек привел пример Аджамилы. Он повторил один раз, то есть он повторял имя своего сына, Narayan, вообще не имея никакого представления о святом имени. Тем не менее, в момент смерти пришли Нараян Дуты, Гурдек так назвал Вишнюю Дуту, слуги Господа Нараяны, четырех руки. И они защитили его от слуг Ямараджа и сказали, ты не имеешь права их трогать. Таким образом, ты сам не можешь понимать, как воздействует Святое имя, но оно все равно действует. И ты должен продолжать повторять, и ты будешь счастлив. Служение Вам, Ваше отливе, ваше структурные ровы, вашим структурам – это такой процесс? Могу ли ты с ней? Могу ли мы не можем понимать? Служение Вам, Ваше отливе, Какой процесс это служить мое дело? Вы должны думать о том, что Кришна и мой Гуру-Дев в моем сердце, и они вдохновляют меня. И в таком настроении продолжай повторять и памятовать. Нужно понять, чего действительно хочет Гуру-Дев, и мы должны стараться следовать этому, как Шила Рупа Госвами, он знал сердце Чайтани Магаправо, и он установил все, чего хотел Магаправо. Хороший преданный, хороший ученик, он должен знать сердце Гуру-Дева и всегда стараться следовать этому. Гуру-Дев хочет, чтобы ученик повторял чистое имя, повторял и памятовал, и чтобы он проповедовал миссию Рупы Госвами повсюду во всем мире, распространяя книги, давая харикатху и другими способами. Спасибо большое, но сейчас время лекции. Парни. Парни. Какой вопрос? Давай. Гуру-Дев, у меня вопрос лично. Вот несколько лет я повторяю святые имена, вот, избавился от многих, скажем так, оскорблений, грехов, но в данный момент все равно. Значит, исправление – это есть такой процесс до конца жизни. И вот в данный момент, приняв, допустим, харинаму и какой-то определенный обед повторений, определенных количеств повторений мантр или, значит, какую-то обрядовость и практически не выполнив чего-либо, да, вот это будет тогда уже впоследствии лицемерием и предательством, правильно? Так вот вопрос такой, то ли до конца жизни вести жизнь без принятия харинамы и так далее, продолжая работать над собой повторяя святое имя, или же все же принятие харинамы поможет как-то, но в то же время есть опасность, так сказать, нарушить какие-то, и потом нарушить. И? . . Продолжение следует... 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 Продолжение следует...